Под палящим солнцем сотрудники социальных служб сегодня испытывали себя на прочность. Команды из девяти районов Самары и Департамент опеки и социальной поддержки соревновались в рамках окружной спартакиады на стадионе «Локомотив». Это одно из мероприятий, посвященных столетию региональной социальной службы. Наблюдала за спортивными соревнованиями представителей самой заботливой профессии Светлана Стребкова. Их подружила служба социальная, а объединила ставшая традиционной для региона окружная спартакиада. Она проводится уже шесть лет. В этом году получилась особенно массовой. Команды приехали вместе со своими группами поддержки. И все же это только малая часть областной армии «Милосердие». В регионе около 20 тысяч работников социальной службы. У Екатерины Печенкиной полтора десятка пожилых подопечных. Говорит, помогает им от души, а потому с удовольствием. Когда начинала учиться в социально-педагогическом колледже и не думала, что выберет в качестве призвания помощь пенсионерам. Я тогда еще не знала. Тогда я была молодая и не предполагала, что моя жизнь сложится так. А когда я уже оканчивала, я уже поняла, что я хочу работать именно с живыми людьми, приносить им пользу и добро. Десять соревновательных площадок – задание командное. Не столько на спортивные навыки, сколько на слаженность действий и готовность помочь. Ее у представителей этой профессии, как правило, в избытке. Чтобы разбавить не самые простые рабочие будни сотрудников социальных служб, организаторы подошли к программе соревнований с юмором. Придумали для них необычные и очень забавные испытания. Например, перепрыгнуть через скакалку, не расплескав стакан воды. Сегодня мы специально сделали юмористические такие соревнования, чтобы действительно здесь получили удовольствие не только зрители, но и спортсмены. Чтобы у нас не было проигравших. Все будут победители. Все получат награды, все команды. Потому что побеждает дружба. Температура воздуха за 30, укрыться от солнца на стадионе негде, но никто не жалуется. Среди самарских социальных работников есть и молодежь, и те, кому за 70. И большинство, независимо от возраста, в хорошей физической форме. На наш взгляд, совершенно правильно, когда специалисты социальной защиты сами демонстрируют то, какой нужно вести образ жизни. Активный, позитивный, командный дух. Все это характерно для наших людей. И сегодня вот на такой спартакиаде, это такая демонстрация, это конкурс между коллективами. Я думаю, что это очень хорошее, сплачивающее такое мероприятие. В регионе уже прошел ряд мероприятий, так же, как спартакиада, посвященных столетию социальной службы. Состоялось торжественное награждение лучших сотрудников главой региона. В данный момент по всей области проводится форум «Серебряный возраст». Его итоги будут подведены осенью. Светлана Стребкова, Сергей Костин. Новости губернии.